Мур, привет, друг, это Зверько. Недавно вышел Сесилион, и он хорошо себя показывает на поле боя. После ряда правок, которые сделали на тестовом. Я покажу нехарактерный бой, без танка, потому что если у тебя в пати хороший танк с контролем, то Сесилион разваливает все. Итак, навыки. Пассивка. Сися, поражая противника любым навыком, повышает запас своей маны на 10 единиц, эффект пополнения имеет перезарядку в 1 секунду. Урон навыками Сесилиона зависит от максимального количества маны, и сама мана регенится у него быстрее. Но! На проверку оказывается, что второй навык прибавляет всегда 10. Первый навык, если цель в промежутке навыка 10 единиц, если цель на конце навыка 20 единиц. Две цели, когда одна на конце навыка это 30 единиц, а ульта 120-140 единиц маны за все действия ульты. Закрепляем эту информацию. Чтобы быстрее копить, надо попадать концом первого навыка и чаще использовать ульту. Первый навык. Сися отправляет летучую мышь, которая наносит урон по пути, и увеличенный урон в области своего прилета. Это круг на конце навыка. Кроме того, ускоряется из Селиона. КД навыка 1,5 секунды. Спам навыкам разработчики ограничили. Так, каждое его применение становится дороже по мане. Первое 75, второе 135, третье 245, четвертое 445 и пятое 800. Но, стоит подождать 6 секунд, и затраты маны вновь уменьшатся. Второй навык. Наш вампир призывает зубы из земли, которые стягивают врагов в точку и обездвиживают на секунду. Самое приятное, что анимации колдунства нет, и Сисилион спокойно продолжает движение. Из минусов. Если к тебе подобрались в упор какие-нибудь файтеры, их сложно отодвинуть этим навыком. Ульта. Сисилион начинает атаковать противников огромным количеством снарядов. При этом резко увеличивает скорость своего передвижения, и вдобавок накладывает иммунитет к замедлению. Сам навык необычен. Он выбирает цели случайно, бьет мелко, мелко исцеляет, но в совокупности можно им спасаться. А если целей немного, то и добить. Из минусов. Ускорение быстро падает. Если целей много, то снаряды рассеивают свой урон по ним, а сила исцеления зависит от потерянных хп. Вдобавок, этот навык хорошо замедляет, что позволяет его использовать для самозащиты, если к тебе подошли в упор. Но обычно незащищенного соратником Сисилиона разматывает боец с контролем. Чаще всего ульту приходится использовать для того, чтобы разорвать дистанцию с врагом или добить убегающего. Впрочем, ульта одиночной цели также нанесет достаточно приятный урон. Дополнительный навык. Если среди союзников есть возлюбленная Сисилиона Кормила, то когда ты видишь связь между ними, это такая бордовая линия. Ее можно призвать и моментально получить щит в хп. А все навыки Кормилы превратятся в один. Выпрыгнуть из щита и нанести урон противнику. Навык довольно интересный, но без голосовой связи сложно синхронизировать действия. Им можно помешать случайно Кормили атаковать или преследовать противника. Или же, спасая ее от преследователей, она может поражать навык ради ускорения, а вместо этого выпрыгнет из себя к врагам. Итак, как видно из навыков, Сисилион – маг огневой поддержки издали. Первый навык. Вблизи наносит мало урона, а второй вообще не цепляет. Ульты разброс, но по сути это единственный навык ближнего боя. Значит будем прокачивать огневую мощь. Возьмем эмблемы мага с поджогом. Его мы легко реализуем с помощью первого навыка. Дополнительный навык. Ульта у нас сойдет за спринт, поэтому либо вспышка, либо очищение. Если ты очень уверен в союзниках, то можешь использовать выстрел, но потребуется ловкость пальцев и нетормозящее устройство. Сборка. Тут не будет изобретения велосипеда. Обувь демона. Для маны. Часы судьбы. Это запас маны, а запас маны – это бонус к урону. Ну ты понял, в совокупности пассивки этот предмет дает много преимуществ Сесилиону. Жезл молний. Быстро выйдет на максимальный уровень. И помимо магической силы даст 1000 урона. Жезл снежной королевы. Сильно упростит попадание боевой связкой. Кроме того, будет легче оторваться от противника, используя ульту. Пылающий жезл. У меня он для увеличения урона ультой. Но можно заменить на что-нибудь более подходящее к конкретному бою. Например, ожерелье заточения. Кровавые крылья. Дадут запас здоровья и больше огневой мощи. Теперь, почему нет концентрированной энергии? Дело в том, что исцеление ульты увеличивает она крайне немного. Исцеление от первого навыка дает только 17% вместо 25%. Это, если ты нанес, например, 1000 урона, то получил 170 исцеления. Ну а вторым навыком тоже много хп себе не хапанешь. Надо будет как-нибудь сделать подробнее обзор на этот предмет. Вот поэтому моя сборка на урон, а ты можешь переделать ее под себя. Тактика. В тактике особо не разгуляться. Держимся от врагов подальше. Стараемся закидывать первым на 3-4 каста. Потом либо добиваем врага, либо ждем, пока цена в мане восстановится. Самое комфортное – это держаться с танком, который вносит контроль. Такой парочкой можно разломать всех вражеских тонких героев просто за заход. Если враг подобрался близко, подключаем ульту и сваливаем. По возможности вносим контроль вторым навыкам. Стандартная боевая связка. Это 1-2-1, а дальше по обстоятельствам. Вторым навыкам старайся не вредить союзникам, отодвигая от них цели. Они могут не среагировать на такую подставу. Про лес можешь сразу забыть. Если никто тебе не помогает, ты будешь забирать его очень долго. У Сисилена нет лимита по мане, а урон растет весь бой. Поэтому стоит обкидывать все возможные цели первым навыкам, чтобы расти. Про ульту. Держать только для отступления тоже смысла нет. В массовом бою урон рассеивается между противниками. Но если против тебя 1-2 врага, то можно нанести им ощутимый урон. По крипам и мобам ульта бьет только в отсутствии вражеских героев. Этот вампир показал себя очень сильным на дату выхода. Я думаю, его ожидает постепенный нерв. Постарайся успеть наиграться им. На этом все. Не забудь подписаться на канал. Удачи, друг! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»!